Патроманцев Иван Игоревич Заместитель командира боевой машины Наводчик-оператор Звание эфрейтор Войска, воздушно-десантные войска 331 парашютный десантный полк 98-я гвардейская связка дивизия Где базируется? В городе Кстрема В данный момент я нахожусь в Украине Как вы сюда попали? Попали так В Костроме 16-го числа у нас был Объявлен сбор Нас собрали всех Сказали, что едем в командировку В Ростов 17-го числа мы 17-го числа мы начали погрузку на эшелон Погрузились на эшелон Эшелоном, поездом доехали до города Ростов Там в селе станция Матвейха Была выгрузка Выгрузились, разгрузили машины Недалеко от Ростова Выставили лагерь Разбили палаточный лагерь Где По приезду Наводчиков И механиков Водителей Отправили к машинам Затем, чтобы Закрасить номера И нарисовать Белые круги Мы закрасили номера С какой целью вам объяснили Это нужно? Да, нам объясняли С той целью Чтобы якобы Двухстороннее учение И белый круг Будет отличием от других Вот Вот Когда вы поняли, что вы находитесь на территории Украины Вам страшно не стало? Стало И? Ну, вот это и началось Когда мою машину То есть, что был произведен обстрел Машину взорвали Это я понял, что это не учение Что это не просто марш Мне стало страшно Я сейчас это понимаю То, что нас отправили на боевые действия С людьми Которые мы, в принципе, не должны воевать Потому что наша пропаганда Которая преподается нам в России По телевизорам По новостям Она не соответствует реальности То, что происходит на самом деле Почему вы так решили? Ну, я так думаю Мы не были сейчас живы Действия украинских вооруженных сил По поводу того, что они обстреляли Ваш Как вы расцениваете? Ну, потому что, во-первых Они не знают, чьи это были боевые машины Эти боевые машины пересекли чужую границу И они были не на своей границе И действия Украины Они защищали свою землю Можно было заблудиться так? Решить, что всю роту нет Потому что наша рота тоже ушла на территорию Украины В том же направлении, правильно? Да У нас семья, дети Да, у меня дочь маленькая Два года восемь месяцев Жена беременная Через месяц будет рожать Вот так Я могу сказать только одно Что я их очень сильно люблю Если все это решится благополучно То я уволю свою жену в силу Российской Федерации И буду просто обычным гражданином работать и воспитывать свою семью Командирам, правительству В основном надо довести до правительства Чтобы они пересмотрели свое зрение То, как они смотрят на мир То, что на самом деле оно не так Потому что здесь нормальные люди Они тоже хотят домой Хотят к семьям Потому что им тоже надо сидеть Воспитывать детей И сидеть с женами А не воевать здесь по полям лазить Потому что, в принципе, это незачем ни к чему Скажите, ну, вы хотели бы вернуться домой? Да, я хотел бы вернуться домой Потому что у меня там жена Ребенок скоро будет Маленькая дочка Которая меня любит и ждет Я ее тоже очень сильно люблю Как вы думаете, как вас примут Ваши власти? Честно, я не могу знать об этом Ну, думаю, что Убить нас не убьют Ну, это я так думаю Ну, в тюрьму посадят Ну, что Российская Федерация? Как гражданин Российской Федерации В данный момент я осознаю То, что здесь происходит Происходит война Идет действительно война Между Украиной, Россией Мы находимся на своей территории? Да А Российская Федерация на нашей Мы вынуждены защищаться? Да, мы вас понимаем Спасибо 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 Спасибо